Он у нас доктор наук одних, кандидат других. Он чемпион мира по игре «Что, где, когда». Вы его знаете как участника своей игры на НТВ. Замечательный человек, и кроме того, он член Союза литераторов и пишет замечательные стихи ему и друг еще того, Анатолий Белкин. Добрый вечер. Монгол, отмечая рождение сына, две елки у дома сажает. Но ежели сын оказался дубина, с корнями назад не потирает. Должны быть красивы монгольские елки. Однако скажу не по злобе, что край, где исправно рожают монголки, зовется пустыню Гоби. В грузинской каллиде есть множество стилей, но твердой должна быть рука. Там в центре арены взамен бандерилий шампурами тычут в быка. Все вокруг твердят со страстью, каждый день из века в век. Человек рожден для счастья. Вывод. Я не человек. От циркачей узнал я правду грустную. Теперь ее раскрыть придется всем. В семье запашных братьев было семь. Остались только самые невкусные. От судьбы не спрячься. От фатума на его не скрыться. И во сне. Но жена патолога-анатома спит лишь на боку, не на спине. Итог жизни. Все потребленные тобой калории в конце концов сгорают в крематории. Придумал рифму к слову «бош». О чем она? Да все о том же. Даст бесплатную справку любой небожитель, что гармония в мире царит там и тут. И у лохов есть тоже свой ангел-хранитель. Но, увы, его крылья из жопы растут. Кладбище сельское. Зеленые просторы, покой и легкий ветерок. И надпись у дверей обшарпанной конторы. Живой, пока без уголок. Команды из разных приехавших стран турнир покидают в тоске и унынии. Досталось все золото спорной Румынии, имевшей в составе 15 цыган. Изобретателен народ в борьбе с препятствиями разными. Вот на Рублевке в гололед дорожки посыпают стразами. Несколько ответов классика. Ответ Пушкину. Я уточнил известный стих. Богат, хорош собою, ленский, с рабочей визой в Шенгенской везде был принят. Как жених. Еще один ответ Пушкину. Жизнь Онегина пошла. Карты девки два ствола. Ответ Брюсову. Тоже хороший был поэт. Юноша бледный, с обзором смущенным. Слушай совет напоследок. Нечастый. Запах подобного одеколона сразу тебе выдает патераста. Ну, мне бы хотелось прочесть что-нибудь более длинное. Как мы видим, сейчас за окошком наступила зима. Это основное время года в нашей холодной стране. И поэтому я хочу вам предложить немножко более длинное зимнее стопарение. Оно называется «Турецкая дубленка. Как воплощение русской национальной идеи». Это патриотический стопарей. Опять вершат судьбу России, парламент превратив в гальюн. Опять народные веги надсадно верещат с трибуны, угорев от истерии страну, грозящей захлестнуть. Все ищут. Ищут для России какой-то свой, особый путь, национальная идея. Вот в чем нуждается народ. Вот что поднимет и спасет, вот что сплотит и вознесет многострадальную Россию. Она для нас как хлеб насущный, неоспоримый ее эффект. Но сей гнистический объект, волшебный эйдос всемогущий, что нам достоинство сулит вот так по щучьему велению, любой оратор норовит кроить по своему хотению. Одни от наших безобразий на Запад обращают лоб, другие млеют от Евразий и разных прочих азиоп. Иных манит самодержание и образ бачки-царя. Спасет Россию православие, четвертые нам говорят. Мужчин ругают феминистки, зовут назад матриархат. Сурово бабки коммунистки в серпом по молоту стучат. Из городов, где прах и пыль зовет в тайгу орда зеленых, зовут нацисты бить масонов, а сионисты в израиль. И каждый ясно что-то видит, и каждый страстью горит, и беззаветно ненавидит тех, кто иное говорит. Уже ли нет такой идеи, чтобы сплотила весь народ? От этой мысли патриот неумолимо холодеет. О, холодеет! Вот где суть! Россия, Родина Мороза! Зимы всегдашние угрозы определяют русский путь. На том пути, обледенелом всех россиян, роднит одно – поддержка зябнущего тела. И нам иного не дано. Тепло! Вот русская идея! И сохранением его все от венка до еврея гордятся более всего. Известна ли тебе Европа, что значит минус 35? Умом Россию не понять, как начинает подмерзать. Ее мы постигаем жопой. Но этих русских геморроев вам попуасом не просечь. У вас вся жизнь борьба с жирою, а нам тепло бы поберечь. Как объяснить народу майя, что значит русская зима, Когда замерзла вся папайя, свекла и грубые корма? Да разве могут дети юга, как пел когда-то Эренбург, Не зная, что такое в юга понять, что хочет русский друг? На юге все наоборот. На юге все России чуждо. Но есть единственный народ, что понимает наши нужды. Не зная снега и зимы, он не с натуры по наитью смог гениально предвосхитить, О чем во сне мечтали мы. Посланцев северного мира, сюда стремящихся гуртом, Влечет турецкая Пальмира не только морем и теплом, Своим отдельным интересом пленяет эта страна. Туристам русского замеса скучны развалины Эфеса. Зато дубленка всем нужна, дубленка больше, чем идея. Ее как сон встречаешь ты, как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. И это чудо-красота ложится точно по фигуре. Вот воплощенная в натуре большая русская мечта. Ах, дурак, хитрый басурман, земля твоя не оскудеет. Лишь ты под русскую идею раскрыл пошире свой карман. Лишь ты, не зная наших бедствий, от грозных русских холодов Придумал действенное средство и предложить его готов. Господь когда-то Аврааму с небес барашка не спасал, Чем спас от смерти рот Адама и путь к блаженству указал. И про отец наш Авраам, заклав барана вместо сына, Добыл и мясо, и овчину, и угодил при том богам. Вот так и дурак бьет ягненка нам, сострадая горячо, Чтобы турецкая дубленка согрела русское плечо. И вслед за китом голосистым, колонной дружной как один, Кипя желанием, туристы спешат в турецкий магазин. Вот нас ведет рука судьбы от магазина к магазину, А здесь за каждой витриной сокровища и бобы. И мы бредем от лавки к лавке, забыв о липкой духоте, И каждый шаг в базарной давке, как приближение к мечте. И он приходит, этот миг, двадцатый штабель русскуроча, Заветный образ снов своих ты видишь явственно, воочию, И, умеряя свой восторг, небрежно ценишь. Сколько, сколько! И с хитрым жителем Востока ведешь неспешный долгий торг, Чтобы, сойдясь на полцены, окутав плечи дивным мехом, Зайти с счастливым детским смехом от красоты чужой страны. Ах, турок, мудрый человек, твоей дубленки запах чистый, Влечет российского туриста в Сене, в Анталью и в Берег, Забыв Валдай, Пицунду, Крым, в погоне за мечтою детской, Духовной жаждаю томим, спешит турист к земле турецкой, И турок рад его принять, и все крепчает год от года Стремление мирного народа в беде другому помогать. Вам, русапетам, это страшно, но эта песня не про вас. Судьба турецкого барашка козлам российским не указ, Но тот, кто дело разумеет, тот без труда намек поймет. Пусть же русская идея в мороз дубленкой прирастет. Я так понял, что у меня еще несколько минут есть, да? Я вроде не исчерпал еще, ну буквально еще немножко. Я, как вы понимаете, люблю писать гражданские стихи, Приятно всегда читать в новом обществе, Тем более, что понимание гражданственности у всех свое. И в свое время, вот в 90-е годы я этим сильно развлекался, Потому что приходил на собрание патриотов, Я говорю, вот я тоже хочу читать гражданские стихи. Ну да, да, конечно, конечно. Потом они собираются бить, но они мелкие все. В общем, как-то у них не получается. Понимание гражданственности, еще раз говорю, каждое свое. И вот, значит, такая тут, это диптих из двух стиховарений, Которая называется «Последнее прибежище патриотизма». Очень гражданская история. Причем две части об одном и том же. Просто первая такая народная, а вторая интеллигентская, Но они об одном и том же. Это я заранее говорю, чтобы было понятнее. Жить в России трудная работа, Быть в России горек и суров. Если труд, так до седьмого пота, Если отдых, так до снегов. Всем известно, что там лицемерить, Нас умом английским не понять, Нас немецким метром не измерить, Нас французским шармом не пронять. С собственной силой мы богаты, Есть у нас особенная стать. Мы идем с кувалдой и лопатой, И поминая часто вашу мать. Мы идем, и духом не ослабли, С собственной дорогой не спеша. Мы наступим столько раз на грабли, Сколько хочет русская душа. Да, мы скифы, да, мы азиаты, Мы себя не в силах прокормить. Да, мы всю округу кроем матом, А вот крышу некогда покрыть. Нам плевать на сытую Европу, И у нас обычай заведен, Что живут в России Через жопу. В этом наша сила и закон, Тем крепка российская держава. В том завет нам был отцами дан, В нашу жопу со своим уставом, Пусть не лезет наглый бусурман. Спасибо. Но вторая часть еще впереди. Она совсем другая. Ну а то же. Вдали от мусора и прочих граций, В российской непролазной мгле, Вне мировых цивилизаций, Но ближе к матушке земле, В кандовой лапотной России, Где пьют горстями самогон, Где мужики всегда бухие, А бабы круглые, как бидон, Где до райцентра, как до Марса, Когда дороги развезет, Где жизнь течет не ради фарса, А просто так себе течет, Где что свинарник, что коровник, Везде до пояса навоз, Где в десять лет уже любовник, А в тридцать вечно сизый нос, Где трактор срапывает в поле, И тракторист под ним храпит. Вот там поэт, На вольной воле жизнь вдохновляет и кипит, Покинь ордынки и таганки, Беги московской суеты В объятья пьяненькой крестьянки, Вот там и будешь счастлив ты, А поутру, топча керзовой Подошвы из конского дерьмо, Ты возродишься жизни новой, И творчество пойдет само. Спасибо.